В небольшом поселке Знаменка, расположенном неподалеку от густого леса, жили двое егерей – Андрей и Саша. Они были людьми с большим опытом в охотничьем деле и хорошо знали эти места. Однажды они решили отправиться на прогулку по лесу, в надежде насладиться его красотой и тишиной. Продвигаясь глубже в лес, Андрей и Саша неожиданно наткнулись на маленькую кучку волчат. Юные хищники находились без поддержки взрослых волков, что указывало на то, что их родители могли быть убиты или погибли по каким-то причинам. Оба егеря, имея сильное чувство ответственности и заботы о животных, решительно решили, что не могут оставить беспомощных волчат в такой ситуации. Осознав, что спасение этих юных созданий лежит на их плечах, Андрей и Саша решили, что должны действовать немедленно. Во-первых, они оценили состояние волчат и убедились, что они физически здоровы, хотя и испытывают дискомфорт и стресс от положения, в котором они оказались. Задачей егерей было найти выход из сложившейся ситуации, чтобы обеспечить безопасность волчат. Они решили временно разместить малышей в специально подготовленном укрытии, где они могли бы находиться в относительной безопасности и получать уход и питание. Для этого они использовали навыки и опыт в постройке примитивных укрытий в лесу, чтобы создать подходящее место для временного проживания волчат. Когда укрытие было готово, Андрей и Саша аккуратно и деликатно собрали волчат и поместили их в него. Они устроили внутреннюю обстановку так, чтобы волчаты чувствовали себя как можно комфортнее. Однако егеря понимали, что только временная мера не решит проблему волчат, и им нужно было найти более долгосрочное решение. Но на самом деле спасение и уход за волчатами оказалось не таким простым, как они думали. Волчата не были прирученными и дикие, поэтому Андрей и Саша столкнулись с трудностями в их воспитании. Несмотря на это, егеря не сдавались и не оставляли волчат одних. Они постепенно научили их питаться и собирать еду в лесу. Также Андрей и Саша проводили с волчатами тренировки, чтобы они стали сильными и быстрыми, способными выживать в дикой природе. Со временем волчата перестали быть дикими и стали доверять своим спасителям. Они начали играть с Андреем и Сашей, ласкаться и обниматься. Волчата стали их верными друзьями. Однажды, когда волчата выросли и стали самостоятельными, Андрей и Саша приняли решение вернуть их в лес. Они понимали, что волчата должны жить в естественной среде и научиться выживать без помощи людей. С тяжелым сердцем егеря отпустили волчат в лес. Они знали, что теперь волчата смогут жить полноценной жизнью. Их стая примет их назад и научит охотиться и выживать. Андрей и Саша остались с гордостью и радостью за спасенных волчат. Их история стала образцом того, как доброта и забота могут изменить жизни даже самых диких существ. Егеря продолжали следить за волчатами, иногда наблюдая за ними издалека. Их сердца наполнились благодарностью и радостью, зная, что волчата растут сильными и счастливыми в своем естественном окружении. Итак, история о двух егерях, которые спасли и вернули волчатам свободу и жизнь в лесу, останется в их памяти навсегда. Эта история показывает, что у доброго сердца нет границ, и спасение других живых существ – это настоящий подвиг. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok